Пока, да? Проповедовать. Давай, продолжай. Да. С танцами. Выключите гава. 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 Ой. Ну, чтобы немножко переключиться на проповедь, да? У меня проповедь сегодня небольшая. Давайте мы коротко помолимся. Аллилуйя, Господь, мы склоняем наши сердца с открытыми сердцами, душами нашими приходим к Твоему Слову, которое, Господь, написано, которое Ты заповедовал нам исполнять, которое сегодня, Господь, нам также продолжает истолковывать, объяснять силу Святого Духа, данную нам, как Духа Утешителя, Дух Советник. Хвалайте всемогущий Бог. Мы молились во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Тема моей проповеди сегодня Днешната ми тема на проповед Как сохранить и приумножить Как да запазим и да приумножим Плод Святого Духа Плод на Святия Дух Вы хотите узнать сегодня Эту тайну? Искатали да научите тази тайна днес? Потому что эта тайна, она не всем открыта И открывается она только через Слово Божие Духом Святым Через Святия Дух Первое место сегодня нам прочитал Сергей Журавель Мы не договаривались так Но это написано в послании к Галатам в пятой главе 22 стих Плод Святого Духа Любовь, радость, мир Долготерпение Кротость, милосердие Вера в воздержание Вера в воздержание Сегодня я услышал перевод на болгарский язык Мне это последнее слово Последнее качество характера Очень понравилось Проявление плода Святого Духа И воздержание перевели как Себеобузданность И воздержание Ее произведено като себеобузданность Можна перевод показать? Себеобуздание Потому что я не вижу на проекторе Очень хорошее дополнение Много добро дополнение Или может быть более правильный перевод Себеобуздание Но это говорит о том, что мы призваны себя обуздывать Това говорит, что требует обуздавать себе И я прочту еще одно такое Второе место Которое написано Послание к римлянам В послании к римляне В 14 главе 14 глава 17 стиха От 11 стих Здесь Ну, основной стих Это 17 Что Апостол Павел пишет, что Божье царство Это не пища и питья Вот мы сегодня Ощущаем У кого обоняние не пропало За время пандемии Могут почувствовать Очень вкусный запах Нам готовят обед Но апостол Павел Увещевает нас Но апостол Павел Не увещев То Божье царство Это не пища и питья Обеда не будет сегодня А что будет Как ваш тима Но Праведность Мир и радость Во святом духе Но правда Мир и радость Во святе дух Да Праведность здесь перевели На болгарске Как правда И праведность В болгарске Это Библия пишет Это правда На русском языке Слово праведность А на русский Праведность Сейчас я открою место У меня что-то долго Сегодня открывается И прочту дальше 18 стих 18 стих Кто с ним служит Христу Тот угоден Богу И достоин одобрения от людей Итак Будем искать того Что служит миру И ко взаимному назиданию Вот я хотел сегодня Немножко Вы знаете Поделиться своим откровением На этой неделе Я готовился к празднику Жатвы И обычно Я на праздник Жатвы Проповедую о плодах И обикновенно На праздника на Житва Проповедую за плодовете За то, что очень важно Нам принести Жатву За то, что много важно Да донесем Житва И вот сегодня Тоже мое Такое откровение О плоде Святого Духа И здесь вы можете Прочитать о том Что есть Царствие Божие Ну то есть Это очень довольно Короткое определение Вот уникально, да? Что это Божие Царство Можно подумать Что Божие Царство Это 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 какое-то государство Это какая-то держава Это какая-то страна Которая управляет сам Бог И определение должно быть Ну довольно такое Очень Не помпезное даже А бомбезное Какое-нибудь Треба да и некое величество Величественное определение А здесь Определение Божьего Царства Такое простое Ну вы знаете Если вы сегодня это поймете Вы помечу Что это сущность Божьего Царства В чем сущность Божьего Царства? Это праведность Это мир И радость Но не просто радость И не просто мир И не просто праведность А во Святом Духе Все эти Характеристики Божьего Царства Они приведены Во Святом Духе И все эти характеристики На Божьего Царства Теса В Святие Духа И это всего лишь говорит Об их Сверхъестественности И Това Сам указывает Затяхнута Сверхъестественность Понимаете О чем я сегодня говорю? Или хочу сказать? Разберите ли За как вы иском Докажет Нет? Давайте будем Внутренне молиться Чтобы Бог открыл сегодня И И вы знаете Это написано В других местах Я могу их Приводить Параллельные места Говорят о том Что Иисус Христос Обещал нам И верен Обещавши Правда? Все обетования Иисуса Христа Скажите что? Это да И аминь Иисус Христос Никого не обманывает Когда Иисус Христос Обещает Он обязательно Это исполняет И Он обещает Что? Мир я Даю вам Не тот мир Который этот мир Может вам дать Я даю вам Мир совершенный Кто помнит Это место Иисус Христос И этот мир Никто не сможет Отнять То есть Этот мир Сверхъестественного порядка Он пришел В мое сердце Когда я покаялся Перед Богом Познал силу прощения Просил последнего Своего врага Своего родного отца Которого я не мог Простить И в тот момент Когда я простил его В мое сердце Пришел совершенный мир Тот мир Который у меня До сих пор Тридцать лет уже прошло У меня этот мир Не могут отнять Слава нашему Богу Потому что этот мир Он не зависит Ни от чего В этом мире Он зависит только от Бога Который не изменен Второе качество Это радость Второе качество И радость Опять что обещает Иисус Христос И дам вам радость И радость И яда будет совершенной Кто помнит это место Я же ничего не придумаю Это все то что написано И эту радость Никто не сможет Украсить И тази радость Никто не сможет От вас Знаете Когда приходит Совершенная радость От Иисуса Христа Это сверхъестествена радость Това е Сверхъестествена радость Но вообще Ни от чего Не зависит Просто приходит радость И тебе так хорошо И радостно Что эту радость Никто не может смутить По другому Можно было сказать Что это неотъемлемое Какое-то счастье Вы хотите быть счастливыми Кто не хочет быть счастливым Но Настоящее счастье Настоящую радость Совершенную Дает только Божий Сын Который именно Для этого и пришел Поэтому Евангелие Переводится Как? Это радостная весть Что сын пришел И сделал все И направил всичко Чтобы мы Сегодня радовались Не плакали Бесконечно Не горевали Не находились В какой-то тяжелой депрессии Амелия Амелия Совершенную радость Адай имаме Совершенную радость Вы знаете Вот третье качество Оно вот с такой Закавыкой Может да Спынешь От това нечто От това качество Можем Малку да Спынешь Да И Праведность Праведность Вот апостол Павел Об этом пишет Апостол Павел Пишет за това Разбивая Какие-то Человеческие Стереотипы Рушейки Человеческие Стереотипы Что до Человеческие Стереотипы Что праведность Можно достичь Своими Добрыми Человеческими Делами Или того Что я Не убивал Не крал Что я В принципе Хороший Человек Я стараюсь Сделать Добрые Какие-то Дела Но вы знаете К библейской Праведности Вот это Человеческое Понятие Не имеет Никакого Отношения Никакого Как приобретается Праведность У Бога И вот Апостол Павел Объясняет Чтобы мне Найтись Не со своей Праведностью Которая По делам Но с какой Праведностью Но с Праведностью По вере Поверил Авраам И это Вменилось Ему В праведность Поверил Разбойник На кресте Иисус Христу Разбойник Убийца Поверил Иисус Христу Что Он Господь Что Он Христос Что Он Помазан И это Вменилось Ему В праведность Иисус Христос Ему говорит Ныне же Будешь со мной В раю Вот Секунду назад Он был Разбойником Убийцей Через секунду Когда Он Исповел Что это Это же Христос Мы страдаем Здесь Справедливо Но Он Пострадал Несправедливо Он Ничего Плохого Ничего Плохого Не сделал Это Разбойник Сказал На кресте И Он Приобрел Праведность По вере То есть Праведность Это тоже Сверхъестественное Понятие И вы знаете Праведность Почему стоит Здесь Послание К Римляне На первом месте От праведности Очень много Зависит Потому что Если ты Не бережешь Свою праведность Ты можешь Постепенно Потерять И мир И совершенную Радость Радость И мир У тебя Не могут Отнять Но Ты сам Можешь Это Просто Взять И потерять Почему За что Потому что Не брежешь О своей Праведности Данное Тебе По вере Знаете Вот сегодня Я вот так Я очень рано Встал Много Рано Се Забудих Я молюсь И Се Молих И Я Говорю Господь А можно ли Обрести У тебя Абсолютно Святость Ту же Святость Которая Имел Иисус Христос И Знаете Я нашел В Писании Несколько Мест Которые Это Подтверждают И Намерих Писание Няколко Места Кои Подтверждават Това И Чуть позже Я В тот момент Когато Се Отварям Пред Богом Когато Исповедуем Свои грехи Так Написано Первом Послание От Иоанна И Тогава Кръвта На Иисус Ни умива От Всякакви Грехове Бог Отец Судья Праведен Судья Смотрит На меня Амытва Крови Иисус Христа Умития С Кръвта На Иисус Христос И не видит Ни одного Греха Потому что Святость Иисуса Христа И Его Праведность Она Совершена Он прожил Три с половиной Года На земле Писание Так говорит Был Ускушен Во всем Но не Сделал Ни одного Греха Вы можете Хотя бы Себе Вот такое Представить И праведный Умер За неправедных Святой Умер За нечестивых И поэтому Когда Бог Отец Смотрит На Меня Сегодня На тебя Того Который Открыл Пред Богом Своё сердце И омылся Драгоценна кровь Иисус Христос Бог Говорит Тебе Сегодня Вот сейчас Прямо сейчас Ты Ты Абсолютно Святой Потому что Я не вижу Греха Я вижу Только кровь Своего сына И для меня Нет ничего Дороже Ты Оправдан Ты Освящен Ну давайте Мы прочтем Еще одно Уникальное Место И это написано В первом Послании От Иоанна Пишем В первом Послании Первого Иоанново Послании Третья Глава Третья Глава С Восемнадцатого Стиха Апостол Иоанн пишет Это Любимый Ученик Иисуса Христа Самый Приближенный Апостол Любви Богослов Дети Мои Он уже был В очень преклонном Возрасте Когда писал Это послание Последний Апостол Оставшийся В живых Который Он был тогда Около девяносто лет Он пишет Дети Мои У него было Очень много Духовных детей Станем любить Не словом Или языком Но делом И истины И вот почему Узнаем Что мы от истины Успокаиваем Предним Сердца наши Ибо если Сердце наше Осуждает нас То коль ми паче Бог Потому что Бог больше Сердца нашего И знает все Давайте мы здесь Приостановимся Вот писание Говорит что Если сердце Осуждает нас Писанието Казва Ако сердце Не осъжда То не тем Ли более Бог Который Больше Чем сердце Тогава Бог И поголям От сердце То есть Мы смотрим На свое сердце Гледаме на Сердце Си Мы стоим Пред Богом Стоим Господи Может быть Я сегодня В чем-то Согрешил И Казаме Бог Может быть Сем Согрешил В нечто Днес И Вдруг В сердце Приходит Что-то Изобличающее И Извъднъж Идва Сердце Нечто Нечто Обличава Нечто Срамно Бог Начинает Тебе Скрывать Какие-то Грехи Бог Започва Да Открива Някакви Грехове Претеп Это Бог Через Сердце Обличает И Приходит Такое Само Суждение Следующий Стих Говорит Возлюбленные Если Сердце Наше Не Осуждает Нас То Мы Имеем Дерезновение К Богу Знаете В другом Месте Параллельно Написано Что Мы Имеем Дерезновение К Богу Входить Во Святая Святых В друго Место Пишет Че Имам Дерезновение Спрямо Бога Да Влизам В святая Святых Обикновен Хора Не Могут Туда Зайти Без Покаяние Мы Имеем Дерезновение Имам Дрезновение В каков момент Именно В този момент Сердце Твое Осуждает Тебя Для Чего Тебя Осуждает За Какво Те Осуждает Для Чего Бог Обращается К тебе За Какво Бог С Обръща Към Тебя Не Для Того Чтоб Ты Начал Дальше О Все Конец Настал А именно Для Того Чтоб Ты Остановился И Сказал Господи Прости Меня За Всички Те Грехи Которые Ти Ме Показал Искренно Ти Моля За Прош А Мой Меня Прямо Сейчас Своя Драгоценна Кров Драгоценна Кров Признаться Может Перед Человеком Перед Которым Те Согрешил Написано Признавайтесь Друг Перед Другом Вот Для Этого Ты Открываешь Своё Сердце И Исповедуешь Этот Грех В Котором Тебе Было Стыдно Понимаете О чем Я Говорю И В Этот Момент Тебе Омывает Кров Иисус Христа Вот В Этот же Момент И Ты Опять Обновляешься В Праведности Иисус Христа И Вы Знаете Я Могу Сегодня Так Сказать О том Что Праведность Во Христе Иисус Она Не Зависит От Наших Человеческих Дел Богу Невозможно Пред Богом Не Может Оправдаться Никакая Плоть Написана В Постани Кипет Делами Пред Богом Не Оправдается Никакая Плоть Благодать Ему Спасены Как Через Веру Божий Дар Божий Подарок Вот Просто Некая Данность Просто Бог Отдал Нам Это Настолько Легко Настолько Просто Настолько Доступно Что Большинство Людей Не Могут Это Поверить Ну Как Так Ну Неужели Это Так Все Просто Ничего Не Нужно Делать Нужно Просто Поверить Нужно Просто Довериться Нужно Просто Открыться И Тут В Твое Сердце Приходит Праведность И Как Следствие Совершенный Мир И Как Следствие Совершенная Радость Которую У Тебя Уже Никто Не Смог Отнять Пока Ты Хранишь Себя В Праведности Иисуса Христа Скажи Аминь Я Прочитаю Дальше Что Прочитаю После Возлюблены Если Сердце Наше Не Осуждает Нас И Это Возможно В Момент Исповедания Наших Грехов В Момент Искренного Покаяния То Мы Имеем Дерзновение К Богу И Чего Не Попросим Получим От Него Потому Что Соблюдаем Заповедь Его И Делаем Благоугодное Перед Ним Когда Мы Можем Соблюдать Его Заповеди Когда Мы Открылись Перед Ним Обрели Его Праведность Плод Духа Святого Разрастается Это Плод Святого Духа И Мир И Радость И Праведность Правда В Себе Обуздание Это Входит В Плод Святого Духа И Мы Призваны К тому Чтобы Так Бережно Относиться Именно К Праведности Потому Что Праведности Наш Во Христе И Су Зависит И Мир И Радость И Тогда Что Мы Не Попросим У Отца Получаем От Него Ты О чем-то Давно Мечтаешь И Не Си Молил Бог За Това Можешь Днес Когато Се Удостовериш После Того Как Мы Помолимся Опять Попроси Что У Отца Небесно То Что Ты Давно Хотел У Него Попросить Но Стеснялся Или Немножко Так Скромничал Или Си Бил Скромен Попроси У Него И Бог Тебе Очень Быстро Ответит Очень Быстро Ответит Потому Что Бог Отец Очень Быстро Отвечает На Молитвы Своего Сына Тех Которые Находятся В Праведности Иисус Христа 23 А Заповедь Его Та Чтобы Мы Веровали Во имя Сына Его Иисус Христа И Любили Друг Друга Как Он Заповедал Нам И Кто Сохраняет Заповеди Его Тот Пребывает В Нем И Он То есть Иисус Христос Пребывает В Том А что Он Пребывает В Нас Узнаем По Духу Который Он Дал Нам Аминь И Вы знаете Чуть Чуть Позже В этом же Первом Послании От Иоанна И В 4 И В 5 Главе Идет Очень Длинное Продолжение Не Буду Его Сегодня Читать И Понапресс Что Послание В 4 5 Глава Продолжение Но Вы Свободное Время Обязательно Прочитайте На самом деле Это Уникальное Послание Которое Говорит И Учит Нас О том Как Нам Прибывать В Святости В Праведности Иисус Христа Как Нам Жить В Его Любви И Самое Главное Что Когда Мы Входим В Его Праведность Все Остальное Начинает Делать Через Нас Сам Господь Иисус Христос Своей Благодатью Силой Святого Духа И Тези Дела Которые Иисус Христос Прави Через Нас Можно Смело Назвать Делами Веры Делата На Вярата Делата На Вярата С Которые Вярата Не Дости Совершенств И Вот Эти Дела Мы Не Можем Присвоить Себе Потому Что Они Явно Сверх Есте С Мы Начинаем Любить Ненавидящих Нас Из Этой Совершенной Любви С Позицией Совершенной Радости На Всякое Зло Отвечаем Добром Молимся За Обижающих Нас Что Я Сейчас Говорю Это Нагорная Проповедь И Написано Заповеди Его Они Как Вес Они Тяжкие Их Абсолютно Не тяжело Исполнять Потому Что Исполняются Они Божьей Благодать Религиозные Дела Делаются С Колоссальным Усилием И Религиозные Люди Потом Очень Сильно Этим Гордятся Но Такая Гордыня Приходит Триста Раз Прополз Вокруг Озеро Перед Тем Как Заползти В храм И Стать На колени С Такой Гордость Я совершил Это Наверное Там Я на небесах Уже На такой Высоте Наконец Вот Это Не проходит У Бога Почему Не проходит За что Потому Что Это Дела Людей А Бог Принимает Только Дела Своего Сына И Все Что Нам Необходимо Знать Ты Хочешь Иметь Совершенный Мир Кто Хочет Поднимите Руки Я Хочу Хочешь Ли Иметь Совершен Радость Щастие Хочешь Ли Иметь Совершен Праведность Поднимите Руки Кто Хочет Иметь Совершен Праведность Кто В это Верит Вы Знаете Очень Важно Сегодня Нам Осознать Праведность Праведность Нечто Очень Важное От Чего Зависит И наш Мир Совершенный И наша Совершенная Радость Послание К Иоаннам Заканчивается Такими Уникальными Словами Опять Он Обращается Дети Мои Храните Себя От Идолов Не Входите На Территорию Ну То Я Просто Так Немножко Так Трактую Не Входите На Территорию Дьявола Не Флиртуйте С Сатаной Не Флиртуйте С Сатаной Апостол Павел Пишет Не Обманывайтесь Худые Сообщества Развращают Добрые Нравы Лощие Сообщества Ругают Добрые Нравы Храните Себя В Чисти Знаете Еще О Каком Я Плоде Хочу Я Уже Заканчиваю Писание Приводит Еще Два Проявления Плода Святого Духа Это Плод Праведности И Плод Святости И Плода Святости Я Открываю Последнее Место Оно Написано В первом Послании Фессалоникийцам Пятая Глава 14 Мы Прочтем И будем Молиться Апостол Павел Пишет Умоляем Также Вас Братья Вразумляйте Бесчинных Утешайте Молодушных Поддерживайте Слабых Будьте Долготерпеливы Ко всем Смотрите Чтобы Кто Кому Не воздавал Злом За зло На зло Чем надо Воздавать Мы уже Слышали Только Добром И Это Возможно Только Благодаря Нашему Благому Богу Но Всегда Ищите Добра И Друг Другу И Всем 16 Всегда Радуйтесь 17 Непрестанно Молитесь 18 За Все Благодарите И Знаете Сегодня Мне Бог Так Просто Открыл О том Чтобы Иметь Радость Нужно Всегда Радоваться Так Написано То есть Нужно Приложить Просто Волевое Усилие Мне Не Нужна Причина Чтобы Радоваться Я Радуюсь Во Христе Иисусе Пребывать Во Христе Уже Радость Аминь Или Аминь Эта Радость Она Должна Просто Сиять Просто Вырваться Из нас Просто Приизобиловать Для Чтобы Иметь Плод Святого Духа Радость Параллельно Место Говорит Мне Нужно Всегда Радоваться Для Того Чтобы Иметь Мне Совершенную Праведность Что Говорит 17 Стих Непрестанно Молитесь О чем Это Молитва Это Диалог Это Разговор С Богом Через Жертву Иисуса Христа Что Мне Нужно Чтобы Сохранить Сверх Естественную Праведность Мне Необходимо Постоянно Быть Открытым И иметь Открытое Общение С Иисусом Христом Трябва Постоянно Да Имам Отворено Общувание С Иисус Христос Постоянно Разговаривать С Ним Постоянно Да Разговарям С Него Да Си Советвам С Него Вот Поверьте Мне Меня Когдато Очень Хорошо Наставили В этом Отношении В това Отношение Са Ме Наставили Много Добре Что Бо Се Мно Не Происходило Куда Бо Бо Я Не Ш Что Бо Не Делал Я Всегда В Первую Очередь На Първо Мясо С Святого Духа Как Духа Советника Обращаюсь Кому Господь Делайте Это Или Не Делай А Това Не Делай Я Это Делаю А Это Не Делаю Все Очень Просто Важно Развить Чувствительность Чувствительность Во Святом Духе Которая Есть Водительство И Что Написано Про Водимых Духом Святым Что Они Являются Сынами Божьими Только Они Являются Детьми Божьими Больше Никто Те Которые Водятся Святым Духом Потому Что Име Общение С Отцом Через Жертв Сына Божьего Скажите Аминь Потому Что Это Правда И Что Нужно Чтобы Иметь Совершенный Мир Иногда Дает Ответ 18 Стих За Все Благодарите Вот У нас Сегодня Праздник Благодарение У нас День Благодарение Когда Ты Благодар Когда Ты Благодаришь Бога За Все В Твоем Сердце Просто Владычествует Просто Воцарится Совершенный Мир Благодаря Благодарные Дети Они Всегда Находятся В таком Особом Приближении У родителей Я люблю Свои Детей Когда Они Благодарны Мне Нравится Когда Подошел Сын Подошла Дочь Спасибо Папа Вот За Это Когда Мы Благодарны В наших Сердцах Хранится Совершенный Мир Двоеточие Ибо Такова О вас Воля Божия Во Христе Иисусе Духа Не Угошайте Пророчества Не Уничижайте Все Испытывайте Хорошего Держитесь Удерживайтесь От Всякого Рода Зла Сам же Бог Мира Досветит Вас Во всей Полноте Кто Нас Освещает Не Мы Себя Освещаем Давайте Мы Это Запомним Просто Зарубим Себя На носу Нас Бог Освещает Вот Это Очень Важно Помнить Мы Не Можем Себя Никак Освещать Никак Оправдать Не Начем Сделать Себя Добрее Аминь Или Аминь Бог Нас Освещает Сам Бог Мира Он Бог Мира Досветит Вас Во всей Полноте И Ваш Дух И Душа И Тело Во всей Целости Досохранится Как Без Порока Мы Беспорочны Когда Мы Во Христе Иисусе У нас Вообще Ни о каком Пороке Не может Быть Ити Речь Потому что Христос Этого Никак Не Допустит Он Хранит Свою Невесту И Постоянно Очищает И Содержит Беспятная Порока Сохранится Беспятная И Тело Во всей Целости Да Сохранится Беспорока В пришествии Господа Нашего Иисуса Христа Верен Призывающий Вас Который И Сотворит Сие Аллилуйя Не я Сотворю Не Мой Пастор Сотворит Не Мой Духовный Не Мой Какой-то Проповедник Которого я Слушаю День и Ночь Который Как Ангел Небесный Пойот Или Говорит Очень Хорошо Только Исус Христос Умер За нас Только Он Абсолютно Святой Той Абсолютно Свят Он Встал За меня Встал За нас Той Застанал Заради Мен Да Ме запази Това Искупительна Жертва Заместительна Жертва Заместительна Жертва Осужден Должен Быть Я Иисус Христос Все проклятия Этого Мира Написано Грех Всего Взял На себя Давайте Мы Склоним Наши Сердца Еще раз Прознесем Эту Прекрасную Молитву Молитва Покаяния Молитва Примирения С Богом Молитва Исповедания Своих Грехов Конечно Дополнительно Очень важно Еще перед Духовником Исповедоваться Потому что Так написано Давайте мы Повторим Эти слова Дорогой Господь Иисус Христос Прости Меня Пожалуйста За все Мои Грехи Осознанные И Неосознанные И Омой Меня Своей Совершенной Кровью Драгоценной Кровью Иисус Христа Драгоценной Святой Кровью Сына Божия Войди В мое Сердце И Сядь На троне Моего Сердца И Сделай Меня Своим Сыном Или Дочерью Спасибо Тебе Иисус За то Что Благодаря Твоей Жертве Так Говорит Твое Святое Слово Я Омыт Сегодня От Всех Грехов Я Омыт От Вся Грехов И Им Правед По Вя Рата Я Освещен И Соделан Совершенным Спасибо Тебе Всемогущ Бог За то Что Тебе Принял Меня Свою Семью Назвал Меня Своим Сыном Назвал Меня Своей Дочерью Я Благодарен Тебе За Все Что Ты Сделал Для Меня Спасибо Тебе За Вечную Жизнь Спасибо Тебе За Спасение Спасибо Тебе За То Что Ты Забрал Немощ И Болезни Спасибо Тебе За То Что Ты Пригвоздил Мое Проклятие Голготскому Кресту Я Очень Благодарен Тебе Потому Что Теперь Я Благословен Теперь Я Богат Во Христе Исус Потому Что Ты Обнищал Ради Меня Теперь Я Изцелен От всякого Недуга И От всякой Болезни Во Имя Нашего Господа Иисус Христа И Народ Божий Доскажет Аминь Будьте Благословены Аллилуйя Слава Богу Мы Сейчас Помолим